В столице Черноземья предпраздничный ажиотаж. В преддверии Международного женского дня цветочные базары в столице Черноземья буквально переполнены красотой. Вместе со спросом, как водится, растет не только предложение, но и цена. Примерно на 30%. Таким образом, один тюльпанчик сегодня обойдется в 130-180 рублей. Розы могут достигать 400, а традиционная мимоза сильно варьируется. Где-то 150, а где-то 300 и больше. В предпраздничный рейд по цветочным базарам отправился наш корреспондент Евгений Жакот. Девушки, мужчины, школьники и даже пенсионеры. Всех этих совершенно разных людей в преддверии главного женского праздника объединяет одно – букет цветов в руках. Кто-то в подарок купил розы, кто-то тюльпаны, а кто-то и вовсе собрал настоящие ассорти красоты. У меня прекрасные три внучки, прекрасная супруга. Мы с ней прожили, живем 45 лет в едином, как говорится, нерушимом браке. У меня пять сестер. И я поздравляю пользуясь случаем всех женщин Воронежа и всей нашей великой страны с праздником, дорогие. Надеюсь, что это не только 8 марта, но и каждый день должен быть для вас праздник. Мимоза в моих руках не случайна. Начало весны – золотая пора для цветочных базаров. Причем не только из-за праздников, но и из-за увеличения ассортимента. Самое время узнать, что же скрывают эти ароматные прилавки. Мимозу в столицу Черноземья в основном везут из Абхазии. Розы, Голландия или Эквадор. А вот тюльпаны наши – воронежские. У нас собственное производство тюльпанов. 10 сортов. У нас огромные теплицы с тюльпанами. У нас плантация. Мы специально на 8 марта выращиваем и продаем свежесредственный цветок. На цветочных базарах немало точек, которые работают буквально раз в год. Исключительно на 8 марта. Оно и понятно – спрос в этот день увеличивается многократно. Причем все с хорошим настроением, сосредоточены. Цветы практически все одинаковые. Ходят, выбирают. Каждый хочет с душой. На который цветок глянется, тот и покупается. А цена растет ли в празднике? Конечно, цена. Чуть-чуть растет. Чуть-чуть, не сильно. Чуть-чуть, не сильно. Цветочный ажиотаж заразителен, как, впрочем, и предпраздничная атмосфера. Поэтому наша съемочная группа тоже не смогла остаться в стороне. Мы решили собрать букетик вместе с Валерией. Это наш сегодняшний флорист. Выбрали мы тюльпаны, потому что это самые сезонные, наверное, цветы к 8 марта. Скажите, пожалуйста, какие цветы вообще сейчас максимально в ходу? Ну, конечно же, тюльпаны, потому что это самый весенний цветок. Все его берут и пользуются спросом. Ну, какая красота. Вы посмотрите. Можно, пожалуйста? Спасибо вам огромное. Ну, а сейчас мы проверим, как же работает этот букет. Подарим его случайной девушке и посмотрим на ее эмоции. Впрочем, искать долго нам не пришлось. Девушка, здравствуйте. А вы знаете, а это вам. С праздником вас. Скажите, пожалуйста, этот букет поднял вам настроение? Конечно. Очень неожиданно, очень удивительно. Спасибо вам большое. Работает. Реакция на букет, конечно, предсказуемая, но от этого эмоций не меньше. Совершенно искренняя улыбка как бы намекает. Дарите девушкам цветы почаще, ведь они от этого цветут и пахнут. Рядом.